Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о необходимости чтения Писания и не только чтения Писания Новозаветного, которое состоит из Евангелия, Деяний, Посланий и Апокалипсиса, но также и Писания Ветхозаветного, которое также нам нужно. В притче, известной нам всем с вами, по крайней мере, по своему внешнему составу, в притче о блудном сыне, простите, о притче Господа о добром самарянине, эти притчи две мне постоянно в сознании вращаются, их очень люблю, в притче о милосердном самарянине есть речь о том, что милосердный самарянин, сжалившись над избитым человеком, шедшим из Иерусалима в Ерехон, привез его в гостиницу, предварительно промыв ему раны вином и смягчив маслом. Садил его на свой скот, то есть на своего вьючного осленка животное, и привел его в гостиницу, где заплатил за него, и попросил гостиничника дать ему некий уход и любовь свою оказать ему. Потом дал ему две монеты и говорил, что я вернусь и заплачу, если ты и сдержишь больше на этого страдальца, то я, вернувшись, заплачу тебе еще раз. Вот это все имеет и буквальный, и глубокий аллегорический смысл. Если разбирать это как аллегорию, как некое иносказание, то Иерусалим и Ерехон – это два символа. Ерехон находится на тысячу метров ниже уровня моря, а Иерусалим примерно столько же выше уровня моря. И в еврейском языке нет выражения «иду в Ерусалим», а есть выражение «восхожу в Ерусалим». Нет выражения «ухожу из Ерусалима», а есть «нисхожу из Ерусалима». Нисхождение из Иерусалима в Ерехон означает падение человека, выпадение из рая и жизнь в этом мире. Ерехон – символ греха, и твердыни греха – это твердыни ерехонские. Человек, который попал в эту беду – это Адам. А разбойники, бившие его, но не убившие – это демоны. Бесы убили бы его, если Бог не отступил, если Бог позволил. Но они могут только то, что Бог позволит, а они жестоко избили его и два живого оставили. Мимо него прошел священник левит, то есть закон мимо человека идет. Закон навязывает на него какие-то обязанности, но не врачует его душу и, в общем-то, безразличен к человеку. А вот уже добрый самарянин – это Господь Иисус Христос, который оказывает человеку жалость. Независимо от того, любит его или не любит, потому что самарянин – это ругательное слово и ненавистный для евреев человек. Он, будучи самарянином Господь, будучи ненавидимым и нелюбимым для многих, совершает врачевство над Адамом. Привел Господь этого бедного, избитого Адама, этого персонажа из притчи в гостиницу, где заплатил за него две монеты. И вот этими монетами являются Ветхий Завет и Новый. Гостиник – это человек, который должен совершить попечение об этом спасенном уже, собственно, Адаме, то есть это церковь. В гостинице есть церковь, где епископы, священники, учителя и наставники совершают тревожное любовное попечительство об этом израненном человеке, а Господь, когда вернётся, тогда Он вознаградит гостиника за его труды. Если Он что-нибудь истратил более, нежели Ветхий и Новый Завет, то Он получит тем более большую награду. Вот две монеты, которые мы должны с вами хорошо знать. Это Писание Ветхозаветное и Новозаветное. Эта тема важна, потому что мы пренебрегаем чтение Ветхого Завета иногда. Иногда просто не хватает времени. И Евангелия читать времени не хватает. Не хватает читать время псалмы или утренние и вечерние молитвы, каноны и так далее. Но и мы Ветхий Завет знаем плохо. А это само по себе очень плохо. Некоторые же могут подумать, что оно нам и не нужно. И вот Лесков писал, и другие там писали, что на Руси было такое странное предубеждение, что, дескать, кто Библию всю прочитает, тот с ума сойдёт. Вот в голове всё перемешается. Это опаснейшее заблуждение, потому что Серафим Саровский напротив говорил, что кто всю Библию разумно прочтёт, тому Бог разум вправит. Утого глаза откроются, и он будет ясно смотреть на окружающий мир и понимать, что происходит снаружи и внутри. Что с ним, а что вокруг. Только тогда, иначе без Писания человек слеп. Он слеп и помрачён, он как с карусели сошёл, у него всё крутится, перед головой его подташнивает от дурного состояния, в котором он находится. Это непременное занятие человека, братья и сестры. Примерно с 13-летнего возраста человек должен уже читать Писание, как вот в еврейских законах было для мальчиков, давалась ему книга закона, впервые читал Писание вслух, и с тех пор уже её не покидал. Он уже был сыном книги, он должен был читать её. В этом мудрец твоя будет перед народами, если ты будешь читать слова мои, говорит Господь, и поучаться в них и исполнять их. Это не единственное место в Писании, там, где продемонетки, аллегорическое, которое поощряет нас к чтению Ветхого Завета. Вот, например, есть такие слова Господа Иисуса Христа, где он говорит, что «всякий книжник, научившийся царству, от всему тому, что касается Царства Небесного, подобен человеку, богатому, выносящему из своих сокровищ и ветхое, и новое». Имеется в виду, что нам нужны и ветхие книги, и новые книги. Вот, например, кусочек из одной из библейских книг, из книги Второзакония, которую мы читаем редко, потому что нам, дай Бог, Псалтирь-то успеет почитать, но, тем не менее. Вот, допустим, глава 8 Второзакония. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землёю, которую склятво обещал Господь Отцам вашим. Помни весь путь, которым вёл тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Нам это нужно читать? Несомненно. Заметьте, что Христос этими словами отражает дьявольский приступ и первое искушение в пустыне, когда Лукавый говорит ему, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Господь отвечает ему, как раз вот, книга второзакония пишет, что не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Само путешествие по пустыне, по изъяснению отцов, например, Игнатия Брянчанинова, и, соответственно, книга исхода, книга чисел, книга второзакония, символически изображают жизнь человека вообще. Это путь из царства греха в царство благодати, из земли рабства, из Египта, в землю, текущую молоком и мёдом, в небесное царствие, в обещанную некую землю, которую Господь с клятвою пообещал нам дать. Он точно нам даст. Это гражданство в небесном Иерусалиме. И вот Господь ведёт нас по этой жизни, как через пустыню. Для чего? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоём. Будешь ли хранить заповеди его или нет. Поэтому живёт так трудно человек, так много разных вещей, труд его со всех сторон, даже до крови. Так много вещей колют его, даже до глубины души. Потому что Бог испытывает и узнаёт человека, что в сердце твоём. Показать человеку самому нужно, что в тебе живёт. Насколько ты лукав, насколько ты мелок, или наоборот, глубок, искренен. Господь бывает, что томит тебя голодом, а бывает, питает тебя манною. Наши причастия, если что иное, как настоящая манна, хлеб ангельский, плоть Господня, это хлеб вечности. То, что не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что ни одним хлебом будет жив человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоём, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего своего. И так храни заповеди Господни, ходи путями его и бойся его. Ну, разве нам это не надо, братья и сестры? Разве можно этого не читать? Разве можно этим пренебречь, забыть, как бы, и невнимательно отнестись? Ветхозаветные книги очень нужны нам. Нам нужна и псалтирь, которая важнее всех ветхозаветных книг. Нам нужна книга бытия. Обучая детей своих закону Божьему, нам нужно брать самые лёгкие книги, ну, может быть, кажущиеся лёгкими, но всё-таки такие, как притчи Соломоновой, к примеру. Нам нужен Иов с его невинным страданием, как образ Господа Иисуса Христа. Нам всё это надо, потому что христиане – это люди книги. Это люди, конечно, благодать, это люди чаши, люди причастия, это люди молитвы, но в том числе это и люди книги. Потому что без книги человек, умеющий читать, и крещённый, и при этом не читающий Писание, это нонсенс. Это бескрылая птица. И же есть пингвин или курица, которая крылья имеет, но не летает. Если ты крещён, если ты умеешь читать и не читаешь Библию, и она есть в продаже свободной, у тебя её нет, или она есть тем более, а ты её не открываешь никогда, ну, я уж тогда не знаю, что с твоим христианством делать. Открывайте хотя бы раз в день её на любой страничке. Так говорил мне один старенький батюш, хоть носом тыкнись, и возле лица открытую Библию подержи, оно и уже тебе без плода не останется. Так что всякий книжник, научившийся Царству Небесному, должен выносить сокровища и из Ветхого, и из Нового. И две монетки дал Господь гостиннику, чтобы он ухаживал за больным Адамом. Монетками этими являются Ветхий Завет и Новый Завет. Будьте внимательны к этому, братья и сестры, потому что здесь есть и оружие против врага, здесь есть и лекарства, мазь и пластырь на наши раны, маленькие и большие. Здесь есть и елей для наших лампад, чтобы лампады наши не гасли, и мы жениха повстречали с горящим светильником, а не с потухшим, как у безумных юродивых дев. Здесь есть всё для того, чтобы человек был научен благочестию и на всякое благое дело приготовлен. Ангела-хранителя, доброй ночи и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова